В Ленкоме проходят премьерные показы знаменитой пьесы Александра Володина «Пять вечеров». Это произведение в 60-е стало настоящим событием. Советская критика обвиняла ее в клевете на власть, а зрители восхищались простотой и понятностью созданных образов. Кристина Левиева об особенностях новой сценической постановки. Актер и режиссер, они еще долго будут спорить, какой он главный герой. Одинокий, непрекаянный, но все-таки не сломленный и непобежденный. Для народного артиста Андрея Соколова эта роль особенная. Таких ждут всю жизнь. И, подобно своему герою, он жил в ожидании своих пяти вечеров. Не так часто бывает такой материал, это первое. Второе, не так часто бывает такой нестандартный режиссер со своим видением, своим решением. В свое время к легендарной пьесе Александра Володина обращался и Великий Товстоногов в ленинградском БДТ, и Олег Ефремов в московском «Современнике». А экранизация Никиты Михалкова с Бурченко и Левшиным в главной роли и вовсе стала классикой советского кино. Про фильм Михалкова Володин как-то сказал, как из такой пьески, маленькой и пустой, вы делаете гениальное кино. Сегодня художественный руководитель Ленкова Марк Захаров вспоминает, как тщательно драматург следил за постановками своей пьесы. Одна становилась для него откровением, другая разочаровывала. Как воспринял бы автор современную трактовку, можно лишь догадываться. Я думаю, что он обрадовался бы, потому что в нашем новом информационном пространстве вдруг нашлось для него место снова. С Володиным связана какая-то радостная и по-своему трагическая история. Он, конечно, не смог сделать всего, что мог. Цензурный аппарат очень сильно его угнетал и в кинематографе, и в театре. Наверное, это первая постановка «Пяти вечеров», в которой особое внимание уделяется тому, что главный герой Ильин значительную часть своей жизни провел в ГУЛАГе. В спектакле 60-х эту тему обходили стороной и соображение цензуры. Да и самого Володина об этом говорится лишь в ремарках. Автор всего лишь писал текст, а в нем искали подтекст. Критики обвиняли его в клевете на советскую действительность, а люди обожали эти несчастливые судьбы, эту володинскую жизнь, такую заурядную, такую трогательную. Не нужен мне ваш паспорт. Есть сказано, что он, главный герой, Ильин Александр Петрович, возвращается после 17-летнего отсутствия. Она его ждала, сохранила к нему верность и любовь, откуда он приходит. Вот это для нас, для нашего спектакля очень важно, до такой степени важно, что это фактически является его решением. Два героя, их любовь, разлука и встреча, но главное все равно время. Ведь всего за пять вечеров им удастся изменить целую жизнь. Изменить жизнь можно вообще за мгновение. Мне кажется, эта история, она такая, на самом деле, в ней нет, знаете, нет пыльности никакой, нет ощущения, что это про то время. Мы просто создаем историю такую вот про любовь, про верность, про такие ценности.